Одним из знаковых событий стало открытие автозавода Поджодина, и Беларусь уже полностью стала автомобильной державой. Страна может гордиться и созданием электротранспорта, а еще двухэтажные поезда и трамваи. Александр Хоровец знает дело наших машиностроителей. Сотни миллионов долларов инвестиций, два с половиной года кропотливой работы, рекордные сроки. И вот в ноябре прошлого года свой конвейер запустил завод Белджи. А на белорусские и евразийские дороги выехал первый премиальный кроссовер айтичной сборки Джили Атлас. Этот автомобиль наделал много шума как в медиапространстве, так и среди рядовых автолюбителей. Сегодня более трех тысяч Атласов уже покоряют новые километры и колесят по трассам как нашей страны, так и ближнего зарубежья. Первое, что замечаешь, это высокое качество, как сборки, так и материалов. Правда, не совру, очень высококачественный продукт. Второе, пожалуй, это комфорт. Мощность и предприятие позволяют выпускать 60 тысяч автомобилей в год. Пока каждые 10 минут конвейер расходит по одной машине. В перспективе новое авто каждые 5 минут. У нас возможности есть поставлять на территорию Евразийского экономического союза. Конечно, цель, которая есть у нас в инвестпроекции, 90% на экспорт, 10% внутри республики. Недавно на рынке появился и более бюджетный, но не менее качественный кроссовер Атлас НЛ4. Совсем скоро на дороге выйдет и седан Джили. Опытные образцы уже засветились на белорусских трассах. Ну а следующим шагом для еще молодого белорусского гиганта автопрома станет электромобиль. Пока разработки держат в секрете. Но в том, что электротранспорт, техника даже не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня, хорошо знают на заводе «Штадлер-Минск». А где же именно колесят электрички, которые производят под Фанниполем, расскажет мой коллега Алексей Кондратенко. Вообще электротранспорт, который производят на «Штадлер-Минск», хорошо знаком и уже полюбился в России, Грузии, Азербайджане, Норвегии. А вот такие красивые трамваи в эти дни наверняка перевозят и фанатов на чемпионате мира по футболу. Первая партия «Чижиков» успешно прописалась в Санкт-Петербурге. Всего же в город на Неве отправятся 23 состава. Трамваи, кстати, самые высокотехнологичные и длинные в СНГ. Каждый день я рассматриваю, скажем, в режиме онлайн движение наших вагонов в Санкт-Петербурге. То есть есть всегда связь с эксплуатирующей организацией. Если возникают какие-то вопросы, мы стараемся оперативно на них отвечать. Москвичи и гости российской столицы оценили комфорт на высоких скоростях двухэтажных составов проекта «Аэроэкспресс». Эти поезда курсируют между московскими аэропортами и железнодорожными вокзалами. Еще один локомотивный проект на этот раз уже для Минского метрополитена. Это будет новый уровень стиля комфорта и безопасности. Мы продолжаем конструкцию работы, но уже находятся элементы на производстве. Но тот, который вам пока еще не видно. Примерно преобразователи у нас уже готовы. У нас другие электрокомпоненты уже готовы. Специалисты подсчитали, ежегодно поезда «Штадлер» проезжают 110 миллионов километров. С учетом новых контрактов в Латинскую Америку, а компания выиграла тендер на поставки поездов в Боливию, этот километраж скоро явно увеличится. Алексей Кондратенко, Александр Хоровец и Александр Олешко – агентство теленовостей. Продолжение следует...